Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в горячей солнечной Турции, а конкретно в городе Стамбул. Сегодня мы отправляемся в то место, где еще никогда не был. Это суперкрутейшее место в Стамбуле. Называется Принцевы острова. Ну что, за нами приехал белый Мерседес. Мы будем не сами в этой поездке. К нам присоединилась Аня. К нам присоединился Юра. Всем привет! И сейчас, кстати, мы заехали в туннель, который находится под Босфором, да? Да, все верно. Мы едем под водой, представляете? Вот только начинаем, заезжаем. И, соответственно, мы с европейской части попадаем на азиатскую часть Стамбула. Ну и можно наоборот, соответственно. Вот, это такое грандиозное открытие для Стамбула было. Каждые сто лет президент, да, опять же, вот на сегодняшний день Эрдоган, они делают вот такие вот грандиозные события для своей страны. Например, вот один из них, это открыли вот такой вот мост, да, сделали под водой. В этом году, так как у нас опять новая парашлась туалетка, сделали одну из самых больших библиотек Европы в Стамбуле. Вот. Очень красивая, мы там были тоже, снимали за себя. Очень красивое место, тихое, спокойное. И вот выходные дни там тоже хорошо можно провести время и заодно окунуться в эту вот историю, да. То есть там прям переписывают книги, ну, прям молодцы, они к этому относятся грамотно, да. Потому что, опять же, каждый средник, это прям праздник. Ну что, мы приехали на место, с которого будем отправляться. Что это за место, рассказывайте. Так, Бастанджи, в районе Кадыкёй. Отсюда отправляются разные паромы. Так, ты, наверное, слезь, а то ты, кажется, просто вот так лучше. Извиняюсь, да. Вот, сейчас мы отправляемся на остров Бьюк-Ада. Это один из островов, принцевых островов, да? Вот, всего их 9, 4 из них жилые. Вот один поедем, посмотрим. Очень интересное место, красивое, насыщенное историей. Позже расскажем, что там, как там и почему. Как это вообще было изначально. И здесь самое главное, надо купить Истамбул-карт, правильно? Купать Истамбул-карт, естественно. А ну, как она выглядит? Она выглядит вот так. И сейчас мы как раз купим. Там, короче, это, в принципе, основная карта, да, в Стамбуле? Да, и самое интересное, что... И самое интересное, что этой картой можно оплачивать любой общественный транспорт. То есть там трамвай, автобус, метро. И покататься в том числе на пароме. И мне кажется, это очень круто, потому что в других странах, когда ты приезжаешь, чтобы покататься на каком-то водном транспорте, нужно покупать экскурсии, какие-то дороги. Лайфхак, ребята, если у вас есть Истамбул-карт, заходите в Мигрос, вам не нужно покупать мани-карт для скидок. Если у вас есть Истамбул-карт, прикладывайте ее, и скидки вам обеспечены. Да, я вам сразу скажу. Короче, вот у Ани есть свой канал. Она живет в Стамбуле. И там очень много лайфхаков, полезных лайфхаков. Да, 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 неправильно. Много полезной информации. Вот сколько уже лет ты живешь в Стамбуле? Ну, в Стамбуле год. А вообще до этого я жила в Алании два года. То есть всего три года получается. Но мы стараемся много разных локаций смотреть. То есть мы прям каждые выходные, даже если лень и хочется сильно полежать на диване, мы все равно себя заставляем. И с ребенком, с коляской едем куда-нибудь в парки, в музей, в библиотеки. Еще классные локации. Еще мы там любим покататься, в Грузию летаем. Ну и в общем много полезной информации. Да, в общем у Ани есть тоже маленький ребенок. Она художник. Вот зайдите, ссылочка будет под видео. Подпишитесь обязательно, очень интересный канал. Также если у кого-то есть какие-то вопросы по Турции, по Стамбулу, можете спрашивать, где самый дешевый донор, она вам скажет. Сто процентов. Все доноры, все это донором Кани. Да. Так, сейчас мы купим Истамбул-карт, правильно? Нет, у нас уже есть достаточно одной. То есть одна карта на всех действует, да? И по очереди будем просто оплачивать. А, вот. Это, кстати, тоже. Вот у меня был вопрос перед тем, как я ехал. Думаю, подойдет ли одна карта. И на всю семью хватает ее вполне. И все, и спокойно всем оплатили и прошли. То есть у нас сейчас получается, смотрите, по одной карте 4 взрослых и 2 ребенка. Но детям бесплатно, да, наверное, сейчас? А мы сейчас все узнаем на месте. Вот. И еще главное, когда вы куда-то хотите, ну, планируете, свою поездку, например, на те же самые Принцевые острова, лучше смотреть расписание заранее. Откуда, как отправляется, потому что расписание более-менее точное. Хотя в Турции, конечно, понятия точности нету, да? Но... Нет, но корабли всегда четко. Корабли стараются, да, по расписанию. То есть 1-2 минуты плюс-минус, и они уезжают. Поэтому подстраивайтесь под них. К сожалению, вас никто здесь ждать не будет. Чтобы не было, как в песне, из меня убежала последняя электричка. Да. Так вот, знаешь, грустно. Лучше подстраиваться под расписание. Так, самое важное, это где купить Истамбул карт. Смотрите, возле каждой остановки есть терминалы, либо есть специальные ларьки, где вот эти карточки продаются. Здесь, я так понял, ларек, да, где эта карта продается? Да, здесь можно ее купить спокойно. Да. Вот видите, в ларьке она продается. По идее, она должна стоить 50 лир. Да, так и стоит. То есть она плюс-минус взяли. И там уже, получается, эти 50 лир уже сразу будут по счету, да? Да, да. Ну, опять же, удобно, что она здесь практически во всех ларьках. Вот подобного типа, не только здесь. Да. Даже если рядом море нету. То есть любой ларек, подходите, спрашивайте, практически во всех ларьках они будут. Здесь самое интересное, у нас еще полчаса есть до отбытия, продают грецкие орехи. Сырые. Интересно, сколько такой стоит один? Я первый раз вижу, что продавали грецкие орехи. Итак, мы показали. Карточку можно купить и пополнить. Мы пополнили ларьке. А есть, смотрите, специальные терминалы. Здесь можно проверить баланс. И можно также купить эту карту. Просто приложили, да. Здесь у вас появляется, то есть вот наш баланс. Четыреста лир, да. Да, мы очень богатые сегодня. Мы просто засунули деньги. Здесь появляется, сколько денег вы положили. И в принципе, все. Нажимается на кнопку, и у вас зачисляются деньги. Очень легко просто. Ну вот проезд, это мы сейчас будем ехать на общественном транспорте. Сколько примерно стоит? Где-то 20 лир, да? Да. Знаешь, сложно сказать, потому что здесь даже каждая ветка, она отличается по цене. Но цены очень лояльны. Может быть, ну 20, там 16 лет. Ну да. То есть не космические деньги, а общественные транспорты, там вода, он вообще бюджетный. Вот. Те, что мы пополнили, денежки, и чуть позже мы покажем, как проходить через цены. Так, мы попробуем грецкий орех. У нас просто кричал, завлекал. На турецком сколько стоит? Качка. Ну, он там, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. 10. По 10 лир, одна штучка, да? Просто орехи, да? Вы знаете, они какие-то сырые. Мне кажется, они просто вымочили в воде. Они, в смысле, сырые, ну, прям сырые. Да. А, да. Они просто сырые орехи. Наши вообще просто сырые, да? Как-то странно, попробуй. Здесь мы на ровном месте. Сырые орехи собрал, на листочек разложил. Ну да, обычный сыр. Я думал, есть какая-то фишка в них. Они там как-то замаринованы. Фишка в том, что он 10 лир заработал. Это вся фишка, мне кажется, этих орехов. Все, тыщик юрады Рим. Нам еще три дали в подарок. Бонус. Бонус дня. Да. Теперь все едят орехи. У турков надо учиться, как делать бизнес. Они деньги зарабатывают на всем. У нас бы так орехи бы не продавали, мне кажется. Нет, нас бы просто не покупали бы до горехи. А, ну да. Субчастную бычь. Ну что, мы уже идем на кораблик. В общем, посмотрите заранее расписание в интернете, кто хочет плыть на Принцевые острова. Итак, четко, сколько стоит проезд. 28 лир человека, детям бесплатно. Да. Опять же, можно обладать одной карточкой всем. Да. То есть не надо каждому иметь карточку свою. Очень удобно. Да. Мы вот только что платили одной картой проезда всех. Вот у нас кораблик. Мы сейчас выходим в мраморное море. Здесь есть выбор. Можно внутри сесть в теньке. Тут так как бы прохладненько. Либо пойти наверх. Ну и так, я уже в стопороде пропустил. Тут еще чай, кофе, вода. Все есть. Это у нас верхняя палуба. Здесь можно сидеть. В принципе, сейчас не так жарко. Вот в теньке вообще отлично. Аня нашла себе дядю. Если с нами есть дядя, то это наше спасение. Значит, Аня будет себя вести хорошо. Ей будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы поплыли. Точнее, мы пошли. Корабли не плавают, а говорят, а ходят. Корабль пошел, и мы пошли в буфет. Здесь тихо, спокойно, негромко вообще работает кондиционер. Внутри вообще супер. Итак, что есть в буфете? Шоколадки, водичка, чаек. Взяли чай. Ну что, как говорится, за тех, кто в море. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажи, что тебе купил дядя Юра. И вот еще. Ничего себе, какая классная кокетка. Ты спасибо сказала? Сейчас скажу, когда он придет. Ну что, мы приехали, вот вышли с этого кораблика. Как только мы выходили, уже сразу другие люди вошли. И сейчас он поедет в обратном направлении. Наш гид сегодня Юра. Он нас будет водить, потому что мы вообще ничего не знаем. Место, видно, популярное. Много кафешек, всякие ресторанчики. Мы сейчас немножко просто прогуляемся, а потом мы на машинке куда-то поедем. Сейчас наша главная задача, наверное, найти электрокар. Вот сейчас мы прогуляемся, посмотрим здесь архитектуру. Вот, в принципе, здесь кафе, рестораны, все как и везде. Единственное отличие острова от города, что здесь нет машин. Вот, есть, но их прямо очень мало. Они в основном от муниципалитета, чтобы какие-то передвижения делать. А так, в целом, это туристическое место. Просто сюда, в основном, люди приезжают с самого утра и остаются на сутки, на двое. Здесь есть отели. И они отдыхают. Здесь есть пляж, кафе, рестораны. Ну, в общем, все, что нужно. Дискотек, да, наверное? Да. Нет, дискотек здесь нет. Нету? Нет, такого нет. Здесь больше такое, знаешь, вечером пойти в ресторан, сходить на море, посмотреть. Да, ну, вот такого плана. Я смотрю, здесь есть местные магазины. Здесь, говорили, есть какие-то мангалы, да, что можно приехать. Да, ну, опять же, среди турков распространено, что можно приехать, то есть, взять с собой палатки, стульчики, забраться на самый-самый верх, сесть и, вот, например, взять там себе мясо свежее и пожарить мясо. С красивым видом. А я сейчас, как бы, ну, объясню. Очень многие турки любят выезжать на природу, проводить время с семьей, особенно выходные дни. И для них много не надо. То есть, для них просто повод, да, собраться в самом месте, взять какой-нибудь плед, где можно все постелить, взять с собой чайник, заварить себе чай, пожарить мясо и провести время с семьей. Это для них удовольствие. Да, в общем, если здесь, например, придешь на пляж, поставишь мангал, никто тебе ничего не скажет, да, в принципе? Не думаю, что можно прямо на пляже, но, опять же, что касается в целом этой территории, если в лесу делать, чтобы еще такого, никаких вопросов точно не будет. Но, как правило, в каждом месте, где бы ни находились, есть определенные правила. То есть, например, здесь можно, здесь нельзя. Лучше заранее знакомиться с этой информацией, чтобы не было никакого казуса. И, соответственно, прийти и пожарить мясо там, где можно это сделать. Ну, да. Но можно, на этой территории можно это сделать. Да, в общем, сюда можно приехать и сделать шашлык и переночевать в палатке. Либо в отеле. Здесь говорят, чтобы увидеть красоты, можно пройтись пешком, а можно уехать на таком электрокаре. Мы, наверное, сейчас сядем и поедем на электрокаре. Самое интересное, что это городской транспорт, и вот в этих электрокарах можно рассчитываться вот этой Истамбул-карт. Там есть специальная пикалка желтая на переднем сиденье. Пикнули карточкой и поехали. Так, смотрите, вот. Видите, можно пикать карточкой. Итак, мы, получается, вышли немножко раньше, не на том острове. На каком острове нам нужно было выйти? Бьюкада. Бьюкада. А мы вышли на каком? Хей, что-то там, да. У нас получился небольшой диаска. Остров, на который мы приехали, называется Хейбилиада. Но тоже заканчивается на Ида, Иада. И тот заканчивается на Иада. Ада, это как земля. Вот фотографии этого острова. Видите? А ты не бассейн. Ну что, мы заказали балык и кмек. Вообще, как едят в Турции балык и кмек? Нужно купить, сесть с красивым видом. Вот на парапете, как это сделали мы. Это такая диетическая еда. Смотрите, пол батона. И там у нас есть кусочек рыбки. Так вот. Ну, я предпочитаю больше в лаваше. Но сейчас вот потом... Да, и обязательно нужно парить лимончиком. Вот так это дело естся. Мы сели на другой кораблик. Получается, между островами без проблем можно плавать тоже на корабликах. Перебираться с острова на остров. Сели поближе к батареи. И сейчас плывем на остров. Как он еще раз вызывает? Юкада. А зачем там на головах? На головах. Что? Вон там на головах. На головах вон там ставляют гуглики. Этот остров видно сразу популярный. Огромное количество людей. Сейчас мы возьмем такую же машинку. И поедем в красивые места. В принципе, оно даже лучше, что мы сейчас здесь оказались вечером. Потому что солнце уже не такое активное. Здесь очень много людей. Видно, что остров реально популярный. Совсем другая атмосфера. Легендарные стамбульские пончики. Легендарный стамбульский рассол. Здесь, видите, наливают рассол. Можно также поесть соленые огурцы, соленую капусточку. Вот они. Смотрите. Такие электрокары. Есть большие, есть маленькие. Вот мы на них сядем. И сейчас доедем. Тут вот целая остановка такая. Тоже получается. Можно рассчитываться. Истамбул-карт. Видите, вот желтые штучки такие есть. Получается, здесь есть разные маршруты. И здесь вот как целая такая автобусная остановка идет. Одна будка, вторая будка, третья. И вот на эту маршрутку очень много людей почему-то. В те, я так понял, можно без проблем подойти, так сесть. И вас тоже отвезут. Мы решили не ехать на этом общественном транспорте. Сейчас Юра идет договориться. Даш, отходи в сторону. И мы сейчас поедем на вот таких вот красных мопедах. Остров очень красивый. Смотрите, просто стоят цветы в горшках. Тоже все в цветах. Все такое прям зеленое-зеленое. Это мы зашли на улочку. Просто сказали, сейчас подгонят второй мопед. И мы поедем на двух таких электромопедах. Ну здесь в основном, видите, все электрическое. Таких машин нет. Ну что, мы поехали. Классно? Кто там сзади едет? Даша? Они задом. Он едут. Сейчас развернутся. Сказали, короче. Ну там видели, большая очередь была. И можно вот арендовать такие штучки. Они сказали, говорят, их гоняет полиция, поэтому про это никому нельзя рассказывать. А ты взял и никому не рассказал. Не, ну я смотрю, многие ездят на этом. Скажу вам так. Места очень красивые. И вот очень круто, когда ты едешь на электрокаре. Здесь очень много мест, где сдают велосипеды в аренду. Можно на великах покататься. Но когда ты сел на этот электрокар, ты так едешь вообще на растопончик и смотришь. Вообще классно. Как бы, если бы ты ехал на машине, она, понятно, закрыта. Ну и тут машины не ездят. Не, ездят очень мало. А так ты едешь, прям сливаешься с природой. Как будто пешком идешь. Смотри, собака. Сейчас собака. Овчарка, кстати, немецкая. Мы прям едем, смотрим, здесь есть какие-то частные виллы. Ну, уже видно, все построено давно. Есть такие дома многоквартирные. Место прям такое красивое, зеленое-зеленое. У нас остановка 5 минут для фото. Смотреть, какие здесь красивые виды. Вот эти улочки, которые уходят вниз, море, острова. Это просто круто. Вот эти цветущие деревья. Я не знаю. Очень красиво. И вот этот запах. Запах цветов. Запах моря, запах хвоя. Оно все так вместе сливается. Из-за ветра оно вот так вот переливается. Прям, я не знаю. Очень классно. Прям, я не знаю. Субтитры делал DimaTorzok Не бойся, не бойся Так, самое интересное, здесь есть такой заброшенный гигантский дом Я вот подснял этот дом, вообще что это за дом такой? Это одно из крупнейших деревянных зданий в Европе И вообще изначально этот дом строился как казино и как элитный отель Но так как вообще в принципе я понимаю, что мы находимся в Турции Такие как бы харамные движения, скажем так, делать нежелательно Сулейман уже после постройки этого здания сказал, что нет никаких казино Никаких вот этих азартных игр И это здание было продано жене греческого бизнесмена, который там сделал детский дом И там жили дети, греки маленькие 5600 человек там проживало за все время существования Ничего себе Да, и он до 60-х годов функционировал Вот сейчас он просто закрыт Очень жалко, что не удалось пропустить И посмотрели, что здание очень большое Он уже отсюда видно, насколько оно огромное И в других островах тоже видно Ну что, мы поехали дальше Давай, подвигайся Подвигайся Папи, можно сесть? Я с дядей не сяду Все Буду с вами сидеть Ну что, мы покатались по острову Короче, остров реально очень классный Сюда вот без проблем Мы уже показали, как можно приехать И стоит это очень дешево Всего лишь 20 Ну, короче, 1 евро на человека Вот так вот, грубо говоря Меньше даже, как только 1 евро И здесь можно гулять целый день пешком Это уже вам сказали Заведение огромное количество На любой кошелек Вот, сейчас мы идем За мороженым Смотрите, вот такие вот красивые велосипеды Можно взять в аренду Можно с ними будет пофотографироваться Вот такие корзиночки с цветами Ну, это такой больше суровый пацанский вариант Так вот, не знаю Девушкам такое подойдет, не подойдет Такая корзиночка Шапка атаковала Из мороженого здесь делают просто шедевры Но оно очень быстро тает Но сейчас не очень жарко Здесь, знаете, что классно на острове? Здесь такой классный ветерок И вот почему-то на том острове было жарковато На этом просто суп Все взяли по морожену Это с мисташками и с нутеллой Продают легендарные мидии с лимончиком Сколько стоит ванна? Смотрите, как это выглядит Он поливает лимончиком И вот так это все ест Сейчас я Дианю дам Держи, Дин Оно уже готово Видишь, с рисом они закрыты А, подожди И вот так вот И в ротик Давай Скажешь, как вкусно, невкусно Вкусно? Смотрите, магнитики Держи, Даша Это тебе Аккуратненько С мороженым С мороженым Пусто? Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, хорошо, обязательно А самое главное спасибо, ребят, вам, что вы смотрите Это самое-самое большое, да Вам в благодарность, что вы смотрите Смотрите нас Вот Мы показываем вам такие хорошие, красивые места Да Итак, кому интересна тема Турции, тема Стамбула Подписывайтесь на канал Ани Там очень много интересных роликов Она рассказывает о жизни в Стамбуле Она рассказывает, кем она работает Рассказывает даже, сколько она зарабатывает Вот Поэтому ссылка на ее канал под видео Всем счастья, здоровья, самое главное мира И всего вам самого лучшего Всем пока